Защита информации, персональных данных, гостайны. 13 лет IT-компания Павла обеспечивает информационную безопасность. Также занимается импортозамещением программного аппаратного обеспечения. Внедряют продукты российских компаний на территории других стран. В связи с санкциями, которые наложили на отрасль, Минцифри решила поддержать айтишников. Программы, которые гарантируют в том числе и снижение налогов. Вот только оценить такую поддержку, по словам Павла, пока сложно. Если компания находится на общей системе налогообложения, допустим, как наша, мы понимаем, что да, у нас есть налог на прибыль, и, как говорится, нам его снижают. А если большинство IT-компаний находится, например, на упрощенной системе налогообложения, либо на системе дохода минус расходы, то есть каким образом им поможет отсутствие налога на прибыль, либо их пододвигают к переходу на общую систему налогообложения. Денис руководит двумя барнаульскими IT-компаниями. Одна занимается разработкой сайтов, другая – веб-сервисов и сетевых приложений. Он считает, что подобные меры принимать нужно было уже давно. По его словам, это бы способствовало уменьшению трудовой иммиграции за рубеж. Мы продаем ресурсы для того, чтобы получать деньги, а вообще-то надо продавать высокоинтеллектуальный продукт. И поддержка этой отрасли является вообще поддержкой всей экономики, потому что эта отрасль, будучи во многом экспортно-ориентированной, она фактически привлекает денежные средства в страну, которые потом делают многократное количество оборотов и налогами покрываются многократно. Компания «Дмитрия» занимается разработкой программного обеспечения и игр. В штате порядка 120 сотрудников. Основная часть работает в Барнауле, остальные – в других регионах России. Однако есть кадры, которые находятся в Беларуси, Латинской Америке, США и Мальте. Уже сейчас из-за санкций начались проблемы с банковской сферой. Невозможно осуществить денежные переводы. И такая программа поддержки, считает мужчина, не гарантия хороших перспектив. Я бы сказал, что это меры мирного времени, вот так скажем. То есть, если бы сейчас все было хорошо и не было вот такой ситуации, то, наверное, бы вот эти дополнительные меры поддержки дали бы еще более сильный положительный эффект. Но проблема, что в данной ситуации я вижу проблему IT-компании не в том, что они там платят сильно много налогов. А проблема в том, что им нужно, возможно, не с чего будет в принципе платить налоги. И все же руководители IT-компании отмечают, в сложившейся экономической ситуации важна любая поддержка. Так как многие сотрудники рискуют покинуть эту сферу, особенно те, чьи клиенты были преимущественно из стран зарубежья. София Ценко, Алексей Фризин, День с толком.